теперь я показываю волчок крупный план вот положа руку на сердце скажите а это дерево то есть эта ветка полноценная вот они почки вы завозьмите на прививку а я бы сказал есть вообще ничего нет давать хоть с такой раститель но ясно все это черенок второго сорта или третьего сорта вот нормально черенки железа вот это настоящие черенки здесь ни одного спящего никогда не найдете за 20 лет что я занимаюсь разведением этих самых черенков по стране уже сотни если не тысячи садов не все отчитываются абрикосовых нигде ни разу вот это ну что думаете у меня соблазна не было такого а что человек понимает когда я вот это все отрезал боевомысл а вы найдите у меня я специально не подбирал я просто взял вот работа идет по к заготовке найдите хоть одного школа вот она я щелчком и покажу внимание нам нужно полное стопроцентная характеристика и так ветки естественные ветки искусственно вот искусственная ветка глядите ну теперь сравнивайте это те же абрикосы я их отрезал для вас для того чтобы вы поняли разницу что они появляются только возле страшных ран и уже не второй сорт уже на третий или пятый ну что убедительно зря сегодня прошло вебинар он скоро кончится вот они шедевры со 100 граммовыми абрикосами и вот шедевр маленький деньги зарабатывает 7 лет смотрите как пишет уже ну и наконец маленький ликбез вот эта почка вот сейчас зачем хорошо что можно все это приблизить давайте почки разглядим ну тогда они в сторону уезжает ну ладно тогда чуть назад а вот так смотрите и так это будут спящая почка наверное это тоже спящая почка так а вот эти сразу и цветочной и ростовые одновременно вот это раз стой стороны 2 3 так думать 4 вот это мне даст несколько меток на следующий год а я отрезаю вам вот эту часть вот эту вот но я хотел акцент сделать что к сожалению я часть вот таких выбрасываю они самые ценные вот это вот то что ближе всего к основанию штамбу вот они то есть самая ценная вот эта часть толстая сильно тогда надо брать почки ну тогда я ругаю при руку почкой на крайний случай но научитесь можно сделать клин и вставить вот такой пень парочку ниже будем проходить или есть специалисты которые сантиметровые сантиметра это где-то вот так до сантиметровых веток умудряется делать косой ровненький срез стоит наложить вот именно вот эта часть не середина а эта ветка примерно под два метра ну полтора даже в середине она еще толще карандаша но если кого убедляется вот здесь вот сделать клина два вот таких самых вот 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 так вот видите толстая по сантиметру кто вот это сможет сделать вырастают первый же год прививка у земли секрету куча все раскрываю раскрываем двухметровая мощная а у меня получались отдельные деревья я искал предел возможного когда я становился на цыпочки становился я не шучу вот курдюм показывал а курдюма не надуешь значит становился на цыпочки поднимал руку еще полметра а когда с этой же ветки я раскрываю секрету попутно хотя не тема вот взять середки и уже будет прекрасный саженец вот такой ветки метровый а не уже приходится брать но вот допустим здесь на дар небес но не получились толстые ветки это и характеристика не всегда там по точек но получится 60 80 прирост но самое главное брать даже эти в нижней части нижней все это еще был ликбез из-за этого никогда не могу закончить то что запланировал еще но я уже боюсь останавливаться вот а что касается я пока разглядывал только абрикосы а на них прекрасно видно разницу между законными почками полузаконными спящими и почками волчковыми истинно волчковой то есть из клеток а вот все касается вот видите это груша эти ветки все рухнули есть фотографии фильмы огромные урожай все это лежит на земле потом вот так пилой подровняли все сразу вот столько просто сразу годятся на прививку а это не абрикос и наконец это ранетка я ее специально и и без забилой спиливали собирались убирать потом это раздумал вот они базе просто абса я их не отличить это не вот эти вот самое надо не буду возвращаться те уроды тут уродов уже нет яблони груши и прививайте хотите и отрезайте на прививку и у вас все получится то есть на яблони груша вот этих самых самых уродов вот таких вот это опять абрикос это уроды вы приглядитесь только и вы поймете что вот эти вот волчковые из почек они вот здесь дерево собиралась умирать слова умирать для дерева сигнал опасности тут же выбрасывает все что может резерв главного команды прямо из почек а теперь приведите ни одной нормальной почки нет попробуйте взять например видели видели смотрите все почки в это сразу тут же моментально это покрывается вторая то есть год заново у них даже идет ну ладно и с этим разобрались сегодня получается господи вы пока пятую часть только рассмотрели вот эта ветка была целая то есть была она больше метра я ее разделил это нижняя часть это верхняя и так это оставляю эту выбрасываю это чтобы соблазна не было чтобы вот это вот халтуру не не это не пускали в дело ну далее что это розмарин осталось несколько веточек раз два три четыре пять шесть восемь девять десять тридцать веток примерно с него взятых ну ладно горькая темы маточные деревья деревья мученики а вот абрикос смотрите каждый раз когда я делаю обрезку как я сказал оставляю 456 почек верхние три четыре но здесь две получилось вот правильно а это уже поверьте вот это не какая-то там самая это уже надо немножечко глазом набить это не волчок это просто плодовая ветка их на каждом дереве полны полно дальше вот это как обычно здесь естественно почка под почку то есть выше почки была почка замерзла даже не видно они же почки остались живы и превратились мощные деревья именно это еще спасает мой сад от полного уничтожения ведь тысячи тысячи черенков вот еще один но уже уже боюсь уже боюсь борьбы и это я уже боюсь комментировать вы же скажете конечно уже второй год пошел этому самому волчку и до сих пор ни одной это ни одного цветочка а вот законная вон она законно видите вот допустим это три года это два года а от развилки год пошел это вполне законно там уже цветы ну что сказать это меня не вмещается сад не вмещается на что ты будешь делать земли в стороне нет даже для уникального сада вот уважаемая цена комиссия то что выше это должны проходить студенты на экзамене если продвинутая допустим и все что я вам сейчас рассказывал представим себе что студенты дали вот эти вот студенту допустим абитуренту то есть поступающему дали вот эти все так сказали про комментирую прокомментировал сразу второй курс сразу вот а если ничего не знает то он должен хотя бы на выпускном экзамене это все стать хотя бы концу для этого что нужно для этого нужно новая программа программа обучения студентов так из этих фотографий они уникальны у меня их несколько тысяч подобраны по темам видели вот и тогда у нас появятся сады и вот не будут из этого выращивать и арсен теперь не станет вот из этого вращать вот разведет вопросы дать это ему надо значит наш человек